Добрый вечер! В эфире передача ОКЁМ. В студию ведущий Вячеслав Ерохин. Приятно начинать выпуск с хорошей новости. Наше подольское телевидение ТВ-Кварц заключило договор с государственной киностудией Отечества, которая выпускает добротные документальные фильмы. Этих фильмов давно уже нет на центральных каналах нашего телевидения, потому что там царит другая продукция, отнюдь не отечественного производства. Но теперь каждую пятницу в нашей передаче ОКЁМ вы сможете посмотреть документальные фильмы киностудий Отечества. Они о разном. Это фильмы об истории нашей Родины, фильмы о наших выдающихся умельцах, мастеровых, композиторах, о наших русских святых. Тематика очень разнообразная. Фильмы познавательные, они дают очень много ценной информации, той информации, которая нужна и молодежи, и не только молодежи. Сегодня мы покажем первый фильм из того цикла, который пройдет на нашем телевидении, но о нем я скажу немножко попозже. А сейчас вы увидите репортаж о работе наших подольских археологов. Мы уже несколько раз говорили о том, что на территории нашего города и района работает специалист Государственного исторического музея Михаил Иванович Гоняный. Он сделал очень много уже открытий. Материалы, которые обнаружены им, лягут в основу экспозиции, которая создается сейчас в музее Подолье. Это бывший музей имени Ленина. И сегодня, несмотря на суровую осень, на плохие погодные условия, археологи продолжают свою работу, и о них наш репортаж. Наши далекие предки, славяне, любили селиться вдоль берегов рек. Вода была источником жизни и надежной транспортной артерией. Немало раннеславянских поселений находилось вдоль по течению Пахры. К сожалению, многие из них уничтожены в результате хозяйственной деятельности. Но археологическая экспедиция, которую возглавляет заведующий отделом комплексных археологических исследований исторического музея Михаил Иванович Гоняный, находит на территории Подольска и района следы древних поселений. Минувшей осенью специалисты изучали окрестности Добрятина, деревни Жданово, Стрелково и села Покров, обнаружив семь славянских поселений XI века. Рассказывает Михаил Иванович Гоняный. Подольская земля богата своей историей, своей древней историей, своими археологическими памятниками. Последние годы археологи и историки Москвы и Подольска проводят исследования в исторической части города. В частности, третий год ведутся раскопки на территории заповедника Подолья, найдены остатки древнего села Подол, найдены большие коллекции находок интересных, которые будут представлены в экспозиции этого музея. Параллельно с этими работами проводятся исследования и на границах старого села Подол. Вот непосредственно то место, где мы находимся, это бывшее село Добрятинское, село Добрятина, известное по письменным источникам с середины XIV века. Интерес к этому памятнику древнему поселению возник давно, и в частности подольские краеведы, в первую очередь Подьячев Александр Александрович, много лет уделял тому, чтобы изыскать в архивах источники письменные и что-то узнать, хоть небольшие, но свидетельства о селе Добрятинском, о тех деревнях, которые окружали это село. Вот, ну вот в этом году, благодаря поддержке администрации города, администрации района, в первую очередь финансовой поддержки, совместно с обществом Возрождения, который возглавлял до недавнего времени Александр Александрович, мы провели исследования и небольшие раскопки вот как раз в восточной части города Подольска, на границе Подольска и Подольского района, и нам посчастливилось, мы нашли остатки древнего села Добрятина, которое славилось тем, что начиная с середины XIV века поставляло княжескому московскому двору меды, то есть существовали добрятинские борти, известные деревни, в первую очередь деревня Выползова, остатки которой мы тоже уже практически обнаружили, они находятся вот ниже вот этих дач, около которых мы находимся, за рекой на левом берегу Пахры, там деревня Выползова располагалась, и до сих пор она есть, и древние части деревни практически нами уже обнаружены, и на будущий год будет исследована, вот, а сейчас мы сконцентрировали свои усилия на правой бережье Пахры, и вот находимся на рубежах дачных участков, собственно, на территории древнего села Добрятина, вот, основная часть села находится буквально под нашими ногами, вот, и вот по правому берегу реки, где мы видим башню, огороды, и вверх клеверные поля пошло, это как раз территория древнего села, которая существовала по письменным источникам середины XIV века. Но археологические работы дали более конкретные результаты, и нам удалось найти, благодаря шурфовке и на башне, вот, собрать, материалы, характерные для первой половины XI века, и можно с уверенностью говорить, что уже в начале XI века на том месте, где возникает впоследствии село Добрятинское, существовало древнерусское поселение, скорее всего, основанное выхонцами из смоленских земель, вот, поселение раннеславянское, и, собственно, первые находки очень уникальны, в связи с тем, что на юге Подмосковья таких памятников пока известны единицы. То есть мы можем удревнить историю села Добрятинского до начала середины XI века. Это, конечно, отрадно, и я думаю, что, ежели нам удастся на будущий год провести здесь небольшие рекогностировочные раскопки, мы получим для музеев города великолепный материал первого этапа заселения Южного Подмосковья в древнерусское время. Археологи приходят в эти места не первый раз, проводят исследовательские работы, закладывают шурфы. Здесь, в районе деревни Жданово, они находили предметы материальной культуры древних русичей. Пряжки, пряслицы, керамический материал. Но самая большая удача на сегодняшний день – серебряный перстень с позолотой, изготовленный в XI веке. Сейчас его изучают специалисты. Сегодня тоже не обошлось без находок. Казалось бы, мелочь, но каждый предмет расширяет наши знания о жизни далеких предков, об их занятиях, быте, вере. Первые находки, которые обнаружены нами в шурфе поселения у деревни Жданово, очень интересны. Вот перед нами костяной наконечник гарпуна. Он изготовлен человеком из кости крупного рогатого скота, видимо, коровы. Вот, предварительно проварен был в щавелевой кислоте и затем был вырезан металлическими орудиями, резцами и ножом. Гарпун этот предназначен для охоты на крупную рыбу, которая тогда в Пахре, в отличие от современного времени, водилась много. Вот такими гарпунами могли охотиться и убивать рыбу. Еще одна интересная находка, которую нам удалось найти в этом шурфе, это такая вот плакетка «Амулет» называется на терминологии археологии. Но для понятия, для представления, это иконка, которую мог себе изготовить любой из жителей этого поселка и носить ее на груди, как оберег, как вещь, которая помогала ему в хозяйстве, помогала в охоте, помогала в труде. Вот такие интересные находки сделаны нами вот как раз в этом шурфе. С помощью прибора фирмы «Фишер» археологи определяют глубину залегания металлических предметов, их размеры, а иногда даже и форму. В момент обнаружения прибор реагирует звуковым сигналом, но потом приходится работать вручную. О чем же говорит вот эта находка? Половина застежки «Фибулы» изготовлены, по всей видимости, где-то в районе Рязани. Дело в том, что это традиционные финские украшения «Фибулы Сюльгамы», которые использовались женщинами для застежки своих плащей, верхней одежды где-то в середине первого тысячелетия нашей эры. И нужно думать, что существовали какие-то торговые отношения, торговые связи с рязанскими, тогда заселенными финными землями, и вот путем какого-то обмена или продажи подобная пряжка была обнаружена. Дальше наш путь лежит в район Стрелково, где сохранились древние курганы. На переднем плане их вот в Березняке хорошо видно. Это невысокие холмы высотой до 2-3 метров, полусферическая форма. В основании такого холма лежит один или два погребенных, в зависимости от того, сколько человек, родственников, скончалось в тот или иной период. Иногда в курган подсыпали дополнительные погребения родственников. Такие погребения назывались водными, то есть их вводили уже в готовые курганные насыпи. Эти курганы археологами изучали в 1967 году в московской экспедиции Институт археологии Академии наук под руководством Алифтины Алексеевны Юшко. Раскопаны более десятка курганных насыпей, открыто более 20 погребений, мужских и женских. Их и женские погребения сопровождались богатым погребальным инвентарем, украшениями различными, браслетами, подвесками, перстнями, наожерельями из хрустальных сердоликовых бус. В ногах у покойника, как правило, стоял горшок с пищей, которая должна была умершего сопровождать при его путешествии в иной мир. Возможно, что те поселения, на которых мы побывали, как раз и жители тех поселений, где мы побывали, захоранивали своих умерших на этом курганном кладбище. А может быть и на каком-то ином кладбище, без курганных насыпей, которые мы пока не нашли. Очень жаль, что, скажем, столь интересный для Подмосковья почти уникальный памятник, которых осталось очень-очень немного. Вот так вот по-варварски обстраивается дачными участками, стальными заборами. По существу заборы находят прямо, заходят на курганные насыпи. Ну, это варварство, и даже неприятно, наверное, иметь свой садовый участок рядом с физическим могильником. Скажем, в странах Западной Европы нет таких случаев, и люди, выделяя столь уникальные, интересные памятники, выделяют их территориальные, никакой хозяйственной деятельности и поблизости не ведут. Показывают, так сказать, своим потомкам те древности, которые удалось сохранить. В будущем году археологи продолжат свои изыскания. Будем надеяться, что нас ждут новые интересные открытия. Как многие, наверное, уже знают, исполнилось 130 лет Подольской городской больницы. В 1866 году газета «Русские ведомости» писала, что больница эта помещается в двухэтажном каменном здании, к сожалению, плохо оборудованном, специалистов было мало, но тем не менее, на тысячу человек в год больных по бюджету отпускалось 200 рублей только на медикаменты. По тем временам это была немалая сумма. История нашей больницы очень интересна. Она связана со многими именами врачей и младшего обслуживающего персонала, которые проявили себя. Это руководитель борьбы с холерой до революции Снегирев, первый санитарный врач Подольска Куркин, близкий знакомый Антона Павловича Чехова, сменивший его Вячеслав Александрович Левицкий и многие другие специалисты. Именами некоторых врачей в нашем городе названы улицы. Ну, например, улица Веллинга. Веллинг был врачом, ну, кроме всего прочего, он еще был первым коммунистом, наверное, поэтому его именем и назвали улицу. Но вот Николай Иванович Мыштаков, чье имя также носит улица, замечательный подольский хирург, много сделавший для нас с вами. Ну, можно назвать, конечно, много других имен, фамилий. Для этого нужна специальная передача. Но сегодня мы вам покажем фильм киностудии Отечества, о котором я вам уже говорил. Называется он «Сестры милосердия» и рассказывает о том, как зародилось в России это движение сестер милосердия, которых сегодня мы называем, ну, немножко менее, конечно, благозвучным словом «медицинская сестра». Но, тем не менее, медицинские сестры, как и врачи, продолжают в нынешних суровых условиях выполнять свой профессиональный долг. И большое им за это спасибо. Смотрите наш фильм, а я с вами прощаюсь. До следующей пятницы. Субтитры создавал DimaTorzok